Всем добрый день! Меня зовут Валерий Швец. Слышно, да? Я работаю доцентом кафедры компьютерных информационных технологий Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта. Также я являюсь хитчером IT-академии. Возможно, на правах первого докладчика хотел бы поблагодарить всех организаторов этой конференции. Отдельное спасибо Евгении Березе, думаю, можно высказать. Тема моего доклада – «Тенсорфлор. Машина обучения». Хотелось бы познакомиться сегодня с этой библиотекой. Библиотека является модной, кто следит за этим направлением, вместе с тем и довольно-таки молодой. По большей части сегодняшняя презентация будет некоторым введением в эту библиотеку. Я постараюсь рассказать об основных ее особенностях. Рассмотрим базовые принципы того, как эта библиотека работает. И очень полезно, насколько успеем, поговорим о тех моделях искусственных нейронных сетей, которые можно реализовать посредством этой библиотеки. Начнем с введения. Кто в этой области не работает, хотелось сообщить, что «Тенсорфлор» – это библиотека, которая была разработана Гуглом. В Гугле, наверное, вы знаете, есть такое подразделение – «Гугл-брандзим». Изначально они разрабатывали эту библиотеку для себя, под себя, для решения своих собственных задач. Также видно, что эта библиотека стала общедоступна. Гугл ее перевел в «Опенсорс» совсем недавно, то есть чуть более года назад. Библиотека, в первую очередь, предназначена для машинного обучения и то, что сейчас принято модно называть глубоким обучением, то есть и племен, искусственные нейронные сети. Хотя мы поговорим, что в целом это инструмент, который можно использовать не только для решения задач, связанных с обучением нейронных сетей. Это просто, скажем, такой большой сложный калькулятор. То есть в целом его можно настроить для решения других задач. Основные особенности библиотеки TensorFlow. TensorFlow, как мы с вами посмотрим, его работа основана на построении графа операций. Это направленный и связанный граф. Вершинами этого графа являются некоторые операции. По дугам этого графа проходят наши танны, так называемые тенсоры. Но об этом еще позже еще более детально поговорим. Набор операций в этой библиотеке предустановлен. То есть, как правило, это элементарные математические операции. Вместе с тем, если для вашей задачи необходима какая-то операция, которой нет стандарта, конечно, ее можно расширить, написав соответствующий модуль на SQL+. Какие еще преимущества у библиотеки есть, на которые тот же Google обращает внимание? В первую очередь, это сокращение времени применения в библиотеке. То есть, Google говорит о том, что существует некоторая, ну не то чтобы пропасть, но разрыв между научными исследованиями в этой области и продакшеном, то есть внедрение этих исследований у клиента. Вот там библиотека, она позволяет этот разрыв минимизировать. Следующей особенностью, которую видите, является партируемость библиотеки. То есть, ее можно запускать, ну фактически где угодно, начиная от обычных лэктопов, десктопов, модельных устройств, кстати. Также можно запускать в облаке, допустим, используя контейнеризацию докера. Еще одной фичей, которая присутствует в CancerFlow, является автодифференцирование. То есть, автоматически библиотека находит деференциалы тех операций, которые мы будем использовать при построении нашего графа. Еще несколько особенностей. Сама библиотека по себе написана на C++. Новый интерфейс к ней доступен как на C++, так и на Python. Причем, на данный момент, если верить, а можно верить документации Google, то рекомендуется использовать Python, ввиду того, что большая часть операций с использованием этой библиотеки реализована на Python. Хотя по-прежнему все опирается на ядро библиотеки, написанное на C++. Также можно использовать интерактивные ноутбуки Python при работе с этой библиотекой, что очень удобно. В конце мы должны посмотреть небольшое демо как раз с использованием подобного рода библиотеки Python. Тут тоже, наверное, очевидно, но хотелось бы еще раз отметить, что любое современное машинное обучение, оно немыслимо без массового распараллеливания. И TensorFlow имеет большие возможности в этой области. Мы можем распараллеливать наши вычисления среди ядер микропроцессора, можем распараллеливать наши вычисления среди графических карт, что сейчас очень актуально и эффективно. Можем распараллеливать вычисления в кластере, то есть распределенно проводить наши отчеты. Такого рода слайды обычно называются «тренажер для глаз». Ничего толком не видно, но какое-то впечатление от слайда остается. Зачем этот слайд я представил? По крайней мере, когда я ознакомлюсь с какой-то новой библиотекой, всегда возникает вопрос, насколько она лучше или хуже по отношению к уже библиотекам существующим. Как вы видите, это слайд взятый из Википедии. В Википедии есть таблица, которая позволяет сравнить разные библиотеки, которые используются для машинного обучения. И вот красная такая жирная линия подчеркнул наш TensorFlow. Как вы видите, TensorFlow далеко, но вы не видите. Вам придется проверить. Здесь главное не читать, хотя бы главное различать цвета квадратиков соответствующих ячеек. В общем, если вкратце, то большинство библиотек, которые существуют, получили наибольшую популярность распространения. Это вот наш второй столбик. Ну, не второй столбик, это у нас автор библиотеки, третий – это лицензия. В общем, голубые ячейки. Большинство библиотек являются open-coastными, на самом-то деле, за исключением вот этих двух. Дальше, что важно, это те фичи, которые присутствуют в разных библиотеках. Вы видите, что по большей части TensorFlow не отличается чем-то таким, чего не было бы в других библиотеках. То есть библиотека не является в этом плане какой-то революционной. Здесь в красном, вы видите, две фичи отсутствуют. Это поддержка OpenMP. Ну, если вкратце, это библиотека OpenMP, и предназначена для создания параллельных программ в рамках одного адресного пространства для систем с общей памяти, в общем. И также пока отсутствует поддержка OpenCL, Open Computer Language, хотя обозначено, что в будущих реализациях она будет готова. А так, в целом, вы видите, фичи, которые есть в TensorFlow, и они такие же, как и в библиотеках условно-конкурентах. Что еще хотелось бы отметить по поводу TensorFlow в библиотеке? Библиотека является популярной. Как мы знаем, это во многом может быть жизненно важным для Open Source продуктов. То есть есть большое комьюнити, видите, большое количество скачиваний, форков этой библиотеки по отношению к другим конкурентам, что вселяет уверенность в светлое будущее этой библиотеки. Мы понимаем, что без хорошего комьюнити развитой библиотеки мало ли район. В этом плане вы видите, что TensorFlow опережает другие схожие библиотеки. Еще одной интересной особенностью, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, является такая новость. Google в этом году анонсировал выпуск специального чипа. Обозвали они его Tensor Processing Unit. Мы знаем, что есть CPU, есть GPU, а теперь еще есть TPU. Если вкратце, то Google не поленился и разработал специальную микросхему, предназначенную для решения задач машинного обучения. То есть в частности TensorFlow будет использовать ее. Уже сейчас ее используют. Возникает вопрос, зачем это было делать. Google заявляет, что у этой специализированной микросхемы наилучшее соотношение производительности по отношению к затраченной энергии. То есть сейчас, я так понимаю, в Google идет настолько интенсивное использование этих алгоритмов, что имеет смысл инвестировать в разработку специализированных чипов, чтобы потом элементарно сэкономить на электроэнергии. Но сейчас мы об этом поговорим. То есть насколько сегодня задачи машинного обучения являются объемными. Одна из самых наглядных задач, которые сейчас решаются в машинном обучении, но по крайней мере мне задача так всегда нравилась. Наверняка вы тоже знаете, что задача распознавания образов одна из задач искусственного интеллекта. У Google, кстати, вы знаете, тоже недавно вышел специальный сервис, который называется Google Cloud Vision API. Кто следит за этими новостями, наверняка вы эти анонсы видели. Что этот сервис поддерживает? Он доступен сейчас как REST-сервис. То есть можно по этому REST-сервису загрузить произвольную картинку, и сервис скажет вам, что на этой картинке отображено. Это то, что называется Content Detection. Также он может, если картинка является сложной, найти на ней разные бод-элементы. То есть проставить еще лейблы по множествам объектов внутри этой картинки. Такие мелочи, как распознавание текста, вроде как все уже привыкли, распознавание логотипов, распознавание лендмарков. Грубо говоря, если вы не сделали фото на фоне эфилевой башни, он скажет, что это эфилевая башня. И показывает там ее GPS-координаты. С этой сервисом можно поиграться, загрузить свои фото, посмотреть, как он работает. Он до определенного количества доступен бесплатно. То есть начиная, по-моему, с нескольких тысяч изображений, Google будет снимать плату, что-то вводить два цента за распознавание одного имиджа. Но в целом в малых объемах ему может пользоваться каждый. Распознавание листов, распознавание эмоций тоже довольно-таки вещи стандартные. Также, наверное, вы знаете, что очень сейчас это популярно. То есть другие компании, в первую очередь, Facebook, Microsoft, то есть лидеры отрасли имеют подобного рода наработки. Это тоже, в общем-то, не является чем-то индустрируем. Так вот, смысл в том, что, как вы понимаете, упрощенно можно себе такую картину обрисовать, что Google берет все те имиджи, которые он находит в интернете, которые помечены соответствующими лейблами. То есть, наверное, речь может идти, я могу только догадываться, о миллионах картинах. Если эти картинки помечены соответствующими лейблами, это заливается все в дата-центре Google, и запускается специальный алгоритм на машину обучения, который запоставляет, учится запоставлять изображение на картинке с тем лейблом, который ей был назначен, с крымсознателем этой картинки. Можете представить себе сложность этой задачи, мы введем огромное количество данных, которые необходимо обработать. Это возвращаясь к мысли о том, зачем был специальный чип придуман для решения этих задач. Поэтому изначально, как мы говорили, первонаперво пользоваться Google. Фактически Google используется во многих командах. Вы видите, что на данный момент он в более сотни разных командах, и, соответственно, проекты в Google в самом используется. Это, как мы говорили, тоже Cloud Vision, это Gmail, это фотографии, Street View, видите, Speech Recognition. То есть масса продуктов в самом Google используют эту же самую библиотеку для своей работы. Ну и плюс пара-тройка других компаний. Сами концепции, как работает Google, TensorFlow, точнее. Мы видим с вами, что построение алгоритма, а точнее, когда мы хотим провести некоторые вычисления от Tesla Flow, мы должны построить так называемый граф. Граф вычисляет выражение. Как мы говорили, граф наш состоит из вершин, которые представляют математические операции, дуги, которые эти вершины соединяют, являются фактически данными, которые перетекают из одного нота в другой. Эти данные это специальные динамические многомерные массивы, которые получили название Tensor. То есть у нас сама библиотека, поэтому называется TensorFlow, потому что это тенсоры, которые текут из одного нота нашего брата в другой. В общем-то, ноды, помимо того, что они по умолчанию, вернее, в большинстве своем являются математическими операциями, также могут представлять операции ввода-вывода. Ноды назначаются при работе нашего графа на соответствующие узлы, допустим, ядра процессора или графические карты. То есть происходит сопоставление узлов этого дерева с теми устройствами, на которых эти операции будут считаться. Если говорить об операциях, помимо привычных нам математических операций, которые выполняют скалярные или маточные выражения, вы видите, есть специальные операции, которые позволяют реализовать обработку массивов, есть операции, которые позволяют менять состояние наших переменных, сохранять их в какие-то сториджи, восстанавливать их из сториджа. Также есть набор специализированных операций, которые характерны именно для задач машинного обучения для построения нервной сети. То есть вот как минимум функция активации, которая широко в машинном обучении используется. сессии. Для того, чтобы запустить граф наш вычислительный, необходимо создать экземпляр сессии. В сессии есть два базовых метода. Метод extend, который позволяет добавить новые ноды в граф существующий, и метод ран, который позволяет эту сессию запустить. То есть, собственно говоря, запуск расчета нашего графа начинается с запуска метода ран. При создании графа TensorFlow предлагает специализированные ноты, которые так и называются переменные. С точки зрения TensorFlow использование обычной константы или переменной это отдельный нод нашего графа и вычисляется точно так же как и любые другие. Что только разница, что у переменных и констант они являются узловыми нодами, у них нет никаких входных соединений, входных двух. Небольшой пример. Элементарный пример. Вы видите, что у нас в этом примере есть граф. Листовыми нодами здесь является некоторая матрица параметра вы видите W и некоторое входное значение вектор X. Происходит перемножение W на X, потом в следующем ноде этого графа происходит сложение со смещением вектор B, дальше происходит вызов функции активации. Вот так вот упрощенно можно представить себе построение операции в TensorFlow. Здесь упущено получение значения C. C это cost. Кто опять-таки в этой области работает, в большинстве в своем, когда мы работаем с смешным обучением, нам нужно вычислить значение функции ошибки. Вот здесь это упущено, но в целом при запуске нашего графа мы пытаемся в данном случае вычислить значение функции ошибки, нашей cost-функции. Другим интересным аспектом работы TensorFlow является разного рода механизмы запуска этой библиотеки. Структурно наша программа использует TensorFlow состоит из клиента. клиент это та часть программы, которая имеет указатель на объект сессии. Дальше в этой структуре у нас существует объект мастер, который управляет несколькими процессами, так называемыми локерами. Непосредственно вся работа, вычисление операций происходит в локерах на соответствующих девайсах это могут быть CPU, GPU, как мы выяснили в последнее время это могут быть и TPU. В простейшей имплементации, то, что называется локальной имплементацией, все три компонента клиент, мастер, walker находятся в одном адресном пространстве одного процесса. Хотя потенциально в этом адресном пространстве может быть несколько разных устройств, то есть у нас может быть многопроцессорная многоядерная система, также мы можем в наш компьютер подключить несколько графических карт. Но в целом это будет реализация, точнее запуск нашего TensorFlow в локальном режиме. вычислительные вычислительные В частности тоже распознавание образов, очевидно, нам локального выполнения будет недостаточно. Нам необходимо эти вычисления распараллеливать. Для чего есть режим распределенных вычислений? Очевидно, что при распределенном вычислении у нас будет множество walker, каждый walker будет находиться на отдельной ноде нашего кластера, имея свои вычислительные девайсы. То есть какие-то процессоры, графические карты будут в этих нотах находиться. Как TensorFlow в этом случае отрабатывает? У нас есть возможность при создании нашего графа назначать выполнение конкретных нотов этого графа конкретным устройством. Внизу показан пример того, что мы указываем путь к тому устройству, на котором каким-то даталинная операция выполнилась. Путь, как вы видите, привязывается к конкретному ноду, дальше указываем тип устройства и его индекс, если таких устройств на этом ноде несколько. Мы видим, что сейчас стандартно есть имплементация выполнения кинстерфлова на CPU и GPU. Кстати, то устройство, о котором я говорил, DPU, оно, насколько я понимаю, до сих пор является таким private компонентом Google, они его не продают, они просто позволяют ориентовать его при своих расчетах. Вы знаете, что есть Google Cloud Platform, и можно машинное обучение своих задач запускать на Cloud серверах Google. Тенсоры. Как мы говорили, тенсоры представляют те данные, которые протекают между нодами нашего вычислительного графа. Тенсоры являются многоверным массивом, типизированным, причем поддерживаются типы данных с плавающей запятой, это 4- и 8-байтный float и табл. Также могут быть целые типы, можно обрабатывать комплексные типы данных и массив обычных байт, то есть строку. Простейший вариант Single Device Exifusion, когда у нас выполнение графа происходит на одной ноде, имеет тоже масса интересных возможностей. есть white paper TensorFlow, который описывает подробности внутренней реализации. На мой взгляд, тоже интересный документ, если вы в этой области работаете. Так вот, при выполнении нашего графа на одной машине ряд интересных алгоритмов TensorFlow запускает. Если вкратце, то TensorFlow необходимо решить для нашего графа, который в целом может быть очень большой. какие операции, на каком ноде, точнее, какие ноды, которые есть операциями нашего графа, на каком девайсе запускать. Как правило, у нас количество операций больше, чем девайсов, на которых мы можем эти операции запустить. Поэтому TensorFlow, его реализация, должна решить, какие операции, в каком порядке будут и где выполняться. Интересно используются алгоритмы для расчета сложности выполнения этих операций, при этом учитывается объем выходных данных в конкретную ноду, сложность вычисления операций над конкретным объемом этих данных. И в целом TensorFlow пытается вычислить первонаперво те ноды, которые можно вычислить быстрее. Естественно, при этом учитывается структура нашего графа. Вычисление, очевидно, идет с листовых нодов, и таким образом эти зависимости по цепочке развязываются. Более интересный вариант, естественно, это запуск TensorFlow в распределенном режиме. В распределенном режиме, вернее, именно распределенное будет чуть позже, на этом слайде у нас именно режим запуска между несколькими устройствами. Помимо того, что TensorFlow в случае Single Device Execution определяет порядок запуска операций, в случае если таких устройств несколько, нужно еще решить, какие операции на какие устройства назначать. Может случиться так, что в результате вот этого алгоритма оптимизации запуска операций нашего графа, часть операций графа будут запущены на некотором устройстве А, часть на некотором устройстве Б. В простейшем случае у нас здесь два устройства А и Б. Идея в том, что при таком распределении возникает проблема передачи данных с одного устройства на другое. В TensorFlow это решается посредством создания специальных нотов, так называемых сцент и ресив нотов, как операций, которые будут реализовывать передачи данных между нашими устройствами. То есть если речь идет о том, что девайс A и девайс B это какое-нибудь ядро внутри одного адресного пространства, то возможно реализация этого сцента ресива будет что-то вроде операции с общеразделяемой памятью. Аналогичную проблему приходится решать и в случае распределенного вычисления. Также происходит разбиение нашего графа на разные устройства, только в случае с распределенным выполнением эти устройства находятся на разных нотах, то есть в разном адресном пространстве, соответственно необходимо использовать некоторые механизмы коммуникации вроде DCD или ADMI. Также TransferFlow решается проблема которая является эффективной точнее актуальной для распределенных систем, для кластерных систем это система обнаружения ошибки то есть TransferFlow отлавливает ошибки связанные которые потенциально могут возникнуть при расчете нашего графа допустим на кластере. Простейшим вариантом реакции TransferFlow на ошибку является перезапуск нашего графа просто система пытается повторно его запустить в этом случае нод который вызвал ошибку при планировании вычислений не будет учитываться и соответственно будут только ноды которые рабочие у TransferFlow есть масса других интересных особенностей о которых очень кратко можно сказать про Gradient Computation я уже вкратце упоминал это вычисление производных функций которые жизненно необходимы для того чтобы можно было реализовать работу алгоритмов обучения на основе градентного спуска допустим стократический градентный спуск и остальные подобные требуют понимания того какая производная у данной функции активации ну в общем важно то что TensorFlow это позволяет делать автоматически частичное исполнение существует нашего графа то есть мы в нашем сложном графе можем выбрать произвольную цепочку нотов и запустить только ее то есть мы не обязаны выполнять весь граф целиком в частности анонсировалось то что сложные задачи глубокого обучения и пленинг которые вот тот же Google использует в них количество нотов может составлять порядка 30 тысяч 36 тысяч вот такие называются цифры то есть это огромный граф девайс constraints я об этом тоже говорил можно при выполнении нашего графа назначить выполнение нотов на конкретное устройство нашего кластера ну в общем и так далее так также в рамках TensorFlow доступны следующие парадигмы которые в целом характерны не только для TensorFlow а для параллельных и распределенных вычислений в целом в частности у нас есть возможность использовать синхронные синхронные механизмы обучения сложных моделей если вкратце и упрощенно суть проблемы заключается в том что количество обучающих данных наших алгоритмов оно огромное если тот же пример взять машинного обучения Google Cloud Vision то есть в целом у нас могут миллионы фотографий если не больше наверное больше которые мы хотим использовать для обучения нашей нейронной сети есть для этого стандартные идиомы парадигмы первое из них это синхронный синхронность для экопролизм то есть мы можем разбить огромное количество обучающих образцов на некоторые подможества и находить гардием спуска нашей функции ошибки для некоторого подможества в общем сейчас не хотелось бы говорить о алгоритме связанных с обучением нервной сетей если в этой области не работаете боюсь это будет не очень понятно идея в том что можно рассчитать оптимизацию нашей функции ошибки не на всех миллиардах наших фотографий а на каком-то определенном маленьком массиве который называется мини-бэтч ну скажем взять 100 тысяч фотографий рассчитать их на отдельном устройстве и сделать поправку коэффициентам нашей модели на другом устройстве можно рассчитать следующую порцию и так далее то есть вот первый простейший способ расправления в случае таких массовых задач декапараллелизм работает так он может быть синхронный или асинхронный это тоже прессорслов позволяет сделать также есть возможность запуска обучения наших моделей используя распараллелирование по самим моделям здесь представлен пример рекуррентной сети но самый простейший вариант который легко на кластере реализовать заключается в том что в машинном обучении как правило мы имеем дело с несколькими разными моделями структура самой модели может быть одинаковая у моделей есть как правило понятие гиперпараметры которые мы используем и очень часто нам хотелось бы посмотреть работу модели на основе тех или иных гиперпараметров в этом случае мы можем запустить модель с определенным набором гиперпараметров на разных машинах и потом выбирать простую модель которая дала нам наилучшую производительность это тоже простейший способ который в кластере позволяет нам обучить нашу нейронную сеть в общем этот слайд тоже касается распараллеливания по данным только здесь представлен пример concurrence tags когда мы распараллеливаем обучение внутри одного девайса следующая интересная особенность связана с тем что есть специальный инструмент который называется cancer board этот инструмент тоже был открыт гуглом выпущен в open source он позволяет визуализировать граф который я уже упоминал может быть очень большой и сложный с разной степень детализации также можно получать статистику по мере процесса обучения нашей модели допустим статистику по распределению весов статистику по функции машинки и о том как ведет себя наш алгоритм гардиентного обучения еще одна интересная утилита есть она у гугла называется EEG но правда в последнее время насколько я понимаю до сих пор они ее не открыли это внутренняя утилита но тоже крайне интересная она позволяет просмотреть то насколько узлы нашего кластера загружены если вкратце то вверху у нас есть множество операций которые мы хотим запустить на множестве устройств мы видим как устройства загружены как вы понимаете наличие огромного количества устройств не гарантирует нам процесс эффективного обучения есть такой закон закон обдала может быть вы знаете который говорит о том что время обучения точнее время вычисления нашего параллельного алгоритма будет определяться временем выполнения минимальной нерасправильной части проще говоря у вас может много ядер но если они друг с другом плохо коммуницируют очевидно что большого перформанса вы при этом не получите вкратце эта утилита позволяет посмотреть загрузку наших девайсов стрелочками показаны те задержки которые вызваны тем что одно устройство ожидает получения данных от другого устройства таким образом трейсинг перформанса можно просмотреть по CPU отдельно по GPU аналогичная картинка но до сих пор к сожалению эта утилита закрыта я думаю или Google ее откроет позже или возможно аналогичная будет реализована в опенсорском виде дальше идут простейшие вещи связанные с построением нейронной сети как мы говорили построение сети связано с тем что мы строим наш вычислительный граф дальше мы создаем объект сессии вызываем метатрам у объекта этой сессии в который передаем тот нот нашего графа который нужно просчитать дальше используя зависимость этого графа ноты по цепочке будут консерфлором вызоваться и рассчитываться вот пример того что можно назначать выполнение наших операций конкретным устройством следующий пример того что мы можем указать устройство на котором мы хотим запустить наши вычисления не только в локальной среде но и распределенно проще говоря мы указываем путь к нашему ноту также есть возможность интерактированного использования тенсорфлова допустим в вариантах когда мы используем ipython ноутбук вариантов использования переменных фетчев и фидов если вкратце то мы фетч и фид используем для того чтобы поставить некоторые данные доставить некоторые данные в ноды нашего графа и совместно извлечь их из него ну как вот вывод данных в этот граф в тенсорфл существует реализация большинства самых популярных на сегодняшний день моделей искусственных нейронных сетей вот перечень этих моделей здесь представлен есть ссылка на репозиторий в котором можно посмотреть кого это будет интересовать реализацию этих моделей конечно рассмотрение каждой модели требует отдельного времени но если кому будет интересно может быть организуем это в рамках наших регулярных да ивентов пресмейкеров если это будет интересно я думаю это можно да Евгений сделать а пресмейкер комьюнити у меня осталось совсем мало времени буквально 5 минут поэтому чтобы не задерживать следующего докладчика я хотел вам показать небольшой пример небольшой тема связанной с нейронными сетями в данном случае для запуска нейронной сети я использую вы видите Spark на дейтабрите кстати вот пример использования интерактивных ноутбуков дейтона я могу запустить некоторый скрипт на моем кластере данный скрипт как раз реализует то о чем я рассказывал ну по крайней мере эта задача мне нравится больше всего задача распознавания образа больше я хочу показать картинки здесь код не столь важный ну как он очень важный но я буду сейчас не до этого смысл в чем именно в данном конкретном случае конечно для обучения сети времени у нас нет я использую уже готовую обученную нейронную сеть смысл в том что я передаю определенную картинку а нейронная сеть говорит мне что она на этой картинке идет все крайне просто при использовании так вот я в данном случае использую абсолютно произвольные имиджи загруженные в интернете вот есть некоторые урл который имеет вот таких вот мяшных котика и собачку то есть мы загрузили этот имидж мы вернее путь к нему прописали запускаем этот фрагмент нашего кода сейчас мы его запустим вот так вот прогружается сама картинка следующий фрагмент если мы с вами запустим то что мы называли интерактивным запуском TensorFlow показана вероятность тех лейблов которые были распознаны на этой картинке здесь наверное имеет смысл увеличить в общем-то с вероятностью вы видите 0.8 система определила что на рисунке не просто собака на рисунке кокер-спониль причем возможно он есть фрагмент но и так далее я до сих пор не понимаю почему котика не распознали но это уже нахлаз второй ну в общем это повторюсь произвольный имидж который я буквально в гугле набрал скопировал урлы и сеть передал вот вообще это мои любимые занятия я могу часами этим заниматься реально интересно ну просто следующая случайная картинка какая-то которую я подготовил что такое вот загрузилась ну вот случайные картинки я их выбирал типа юнотерморта вот распознавание запускаем на этой картинке что видим вот тоже не совсем возможно корректно распознал но суть не в этом первое что стоит здесь это это эдхок вернее эдхнок честно даже сам не знал что это такое первый раз когда увидел оказывается это какой-то алкогольный напиток который состоит из яиц и молока ну то есть я к тому что сеть умная она распознала отдельные объекты на этой картинке и как-то сделает единое понятие что возможно это какой-то напиток в общем как-то так ну и еще буквально пару минут на самом деле здесь есть такое соревнование состязание называется имидж какая-то какая-то рыба система распознает что это coral reef да что это scuba diver хотя тайвера здесь не видно но это уже нюансы вероятно сети меньше как-то так это можно произвольный любое число какое возьмем меньше допустим давайте но пусть будет 77 что там 77 имиджем у нас все заканчиваем вот я повторюсь это случайные имиджи не мой выбор так не знаю ну в общем система распознает что это какие-то червяки я уже не знаю деталей ну в общем для случайной фотографии это выглядит как-то так ну не знаю как вас у меня всегда решение вот таких задач даже их запуск всегда впечатляет очень похоже на какую-то магию на какие-то первые проявления может быть тоже называть искусственный интеллект на мой взгляд потрясающие вещи да как мы видим до совершенства еще далеко ну по крайней мере этой модели которая у меня вот но вы видите идет постоянное развитие постоянное совершенствование этих моделей поэтому я думаю очень скоро мы увидим более совершенные системы в этой области ну в частности в решении задачи распознавания образов в принципе это наверное все что я хотел вам рассказать ссылки тоже сможете посмотреть в этой презентации я так понимаю они будут расшарены в первую очередь конечно это TensorFlow.org как базовый сайт по TensorFlow но и остальному на этом у меня все спасибо за внимание аплодисменты аплодисменты а аплодисменты а аплодисменты спасибо за внимание